Тайна и важность рождения свыше И мы сегодня продолжаем вторую часть Если вы пропустили первую часть этой проповеди, вы можете ее послушать онлайн на нашем сайте lscjacks.org Именно название включает в себя, я думаю, глубокий смысл Потому что рождение свыше это по-настоящему есть тайна, которую нужно понимать, разбирать, углублять, раскапывать И не менее важно, это большая, большая важность для каждого христианина понимать и быть рожденным свыше Итак, прежде чем мы пойдем с вами ко второй части, быстро сделаем обзор первой части Мы с вами говорили, зачем или почему нужно изучать эту тему Потому что это фундаментально, доктринально важный пункт нашей веры И возможно, что есть люди, которые посещают церковь уже давно Но они не знают, не могут объяснить, что такое рождение свыше И не до конца осознают важности этого процесса, именно рождение свыше В Библии написано Иоанна 3 глава Именно на этом базируется вся вот эта тема Иоанна 3 глава написано Если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие Потом мы с вами также говорили о значении Что же это такое рождение свыше И мы с вами говорили о том, что рождение свыше Это когда в человеке происходит перемена человеческой природы Меняется внутренность человека Человек как бы получает новый ДНК Духовно, образно говоря И это происходит чаще всего в момент искреннего покаяния И это происходит при помощи, влиянии Слова Божия На слушающего, на человека И обязательно участие Духа Святого Это не есть физическое рождение Это именно духовное возрождение Или рождение свыше И как результат, последствия рождения свыше У человека появляются новые ценности Приоритеты, характер, желания Новые отношения с Богом и так далее И у меня теперь к вам вопрос Выполнили ли вы домашнее задание О котором мы с вами говорили Что вам нужно будет в течение недели Спросить или рассказать другому человеку Что такое рождение свыше Могли бы ли вы Кто давно посещает церковь Очень просто рассказать другому Человеку, не церковному Что такое рождение свыше Руки поднимать не будем Остаемся позитивными Что люди это выполняют, помнят Но скажу вам для того Я сам поинтересовался Некоторые мне сами признались Что слушали эту тему Но потом не смогли рассказать Что это такое И не смогли объяснить и научить других Поэтому я приготовил один слайд Который, я думаю, очень легко Объясняет, что такое рождение свыше Там есть три вопроса Что это такое? Как это происходит И когда это происходит Итак, что это? Как? И когда это происходит И вот этот слайд вы можете себе запомнить Сфотографировать И я думаю, это вам поможет Очень на простом языке Рассказать людям Что такое рождение свыше И здесь написано, как вы видите Во время, что это такое? Это приобретение новой природы Внутри человека Что это такое новая природа? Это когда человек Обретает новое сердце И новый дух Но при этом Человек физически Образно остается таким же Одинаковым Это все процессы Которые происходят Внутри человека Дальше Как это происходит? Это происходит Под воздействием Духа Святого Обязательно Дух Святой Здесь задействован И при влиянии Слова Божия На человека И третий этап Когда это происходит? Чаще всего Это во время Покаяния И принятия верой Христа Иисуса Как личного спасителя И Господа И в последней фразе Важно каждое слово Это во время покаяния И принятия верой Христа Иисуса Как личного спасителя И Господа И так я думаю Что уже на следующей неделе Уже точно Вся церковь Живой поток Будет знать Что такое Рождение свыше И сможет другому человеку Очень легко Это объяснить Еще раз подчеркну Важность Важность Настолько это важно Без этого Библия говорит Человек не может Увидеть или попасть В Царствие Божие И дальше мы с вами говорили Что Царствие Божие Простите Рождение свыше Оно Включает в себя Два важных элемента Это рождение от воды И рождение от духа Что такое рождение от воды? Вода это символ Или преобраз Слова Божия Именно Слова Божия Ни водного крещения Ни других каких-то элементов Или процессов Потому что наша цель Или задача Чтобы когда человек Принимает водное крещение Вступая в завет с Богом Чтобы он уже Был рожден свыше То есть он уже До этого Цель Правильно Чтобы он уже Принял Христа верой Искренно покаялся То есть Родился свыше И тогда Он публично Заявляет И принимает Водное крещение Водное крещение Как Объясняют некоторые Что это рождение Свыше Это большее учение Католическое Православное И люди Которые верят в это Они как раз И крестят детей Маленьких Но мы Видим на основании Слова Божия Что рождение От воды Это есть Именно Слово Божие И как подтверждение Пару мест Писания Мы с вами читали В прошлый раз Одно из них Это Титу Третья глава С пятого стиха Написано Что он спас нас Не по делам Праведности А по своей милости Банею Возрождение Здесь идет речь О воде О баня Возрождение И что же это За баня Что же за это Омовение Следующий стих Объясняет Это Ефесянам Пятая глава С двадцать шестого Стиха Написано Чтобы осветить ее То есть церковь Очистив Баню Водную Слово баня Употребляется Видите здесь И вода Дважды Оно имеет Одно и тот же Значение В греческом языке Один и тот же Номер стронга Кто знает Что это такое И написано Это происходит Посредством Слова В английском языке Тоже написано Through washing Of the water By the word Of God То есть Словом Божьим И еще Якова Первая глава Написана Он родил нас Снова процесс Рождения Возрождения Словом Божьим То есть Словом истины И второе Мы с вами говорили Что такое Рождение от Духа Здесь Более проще Понятно Это говорится О Духе Святом Который Обязательно Участвует В этом процессе Иоанна 3 И 8 Написано Дух Дышит Где хочет И так Бывается Всяким Рожденным От Бога Титул 3 глава С 5 стиха Написано Возрождение И обновление Святым Духом Снова Рождение Обновление Святым Духом И дальше Яна 3 6 Рожденный От Духа Есть Дух Вот такой Краткий Обзор Первой Части И сейчас Мы с вами Подходим Ко второй Части Этой серии Что такое Рождение Свыше И так Как мы с вами Заметили Что Новый Завет Говорит О рождении Свыше И я сейчас Вам хочу Показать Еще одну Интересную Параллель Что и Старый Завет Тоже Говорит О рождении Свыше Именно Ветхозаветные Ссылки Они Также Говорят На эту Тему Это Очень Интересно Давайте Мы с вами Откроем Первое Ветхозаветное Местописание Иезекииля 36 Глава С 25 Стиха Там написано На эту Тему Так И окроплю Вас Чистою Водою И вы Очиститесь Снова Видите Задействована Вода От всех Скверн Ваших И от всех Идолов Ваших Очищу Вас И дальше Внимание Смотрите Что говорит Бог И дам Вам Сердце Новое И дальше Дух Новый Видите Какое Идет Интересное Описание Но В Ветхом Завете Здесь идет Речь Снова Что Человеку Бог Даст Новое Сердце Бог Даст Новый Дух Благодаря Этому Процессу И происходит Очищение Здесь Говорится Как я сказал О воде И дальше Написано Возьму Из плоти Вашей Сердце Каменное И дам Вам Сердце Плотяное И снова Повторяется Снова Вложу Внутрь Вас Дух Мой И сделаю Чтобы Вы будете Ходить В заповедях Моих И уставы Мои Будете Соблюдать И Выполнять Заметьте Что Когда Иисус Разговаривал С Никодимом Он ему В конце Беседы Задал Такой Вопрос Кто Помнит И ты Учитель Израиля И не Знаешь Это Это Иоанна Третья Глава Почему Он этот Вопрос Задает Вот Почему Объяснение Мы только Что Прочитали Учитель Израиля Никодим Который Был Фарисе И Который Хорошо Знал Закон И Слово Божье Он Знал Или Должен Был Знать И Понимать Вот Эту Часть И Написано И вот Именно Почему Христос Его И Спросил Как Ты Не Знаешь И Не Понимаешь Вот Этой Глубокой Истины Потому Что Пророки Об Этом Говорили И Дальше Написано В Библии Что Когда Этот Процесс Произойдет Мы только Что Прочитали То Люди Будут Выполнять Заповеди Божьи Или Жить По Заповедям Божьим И Здесь Одна Из Глубокая Важная Истина Что Люди Мы Все Христиане Верующие Мы Способны Жить По Заповедям Божьим Выполнять Быть Вот Это Исполнять Слово Божье Как написано Вы будете Ходить И И Исполнять Не Потому Что Мы Такие Хорошие Не Потому Что Мы Дисциплинированные Не Потому Что У нас Сила Воли Выработана А Секрет Лишь В том Что Дух Новый И Сердце Новое Внутри Каждого Человека Который Рожден Свыше И Только Лишь Благодаря Этому Процессу Человек Способен Ходить По Заповедям Господним И Исполнять Заповеди Господни И Если Этого Не Произошло Человек Не Может Не Может Как я Говорил Что Греховная Природа Она Не Может Не Грешить Она Будет Обязательно Грешить Вот Почему Нам Это Очень Важно Понимать Дальше Написано Что Дам Дух Новый И Сердце Новое И Вопрос Важно Заметить Еще Одну Деталь Кто Его Даст Только Бог Бог Даст И Возрождение Этот Процесс Производит Исключительно Только Бог Возрождая Наш Дух Здесь Говорится Также О Воде И Здесь Можно Добавить Что В Израиле Раньше Был Такой Обычай Об этом Написано В Левит 14 Глава В Старом Завете Когда Люди Приносили Жертву За грех То Происходило Такое Как бы Ритуальное Омовение Людей Омывали Как бы Образно Показывая Видимо Как их Смывали С них Или очищали Их грех Это была Традиция Старого Завета Но Сегодня Тот же Самый Процесс В духовном Плане Происходит Уже Невидимо Благодаря Слову Божьему И Духу Святому Который Очищает Нас Как написано Мы с вами читали От всякого Греха От всяких Скверн Наших И дальше Еще одно место Писания Из Старого Завета Который Так же Нас Направляет Туда же На эту же Мысль Которая Описана В Новом Завете Иезеки Или 37 Глава 4 стих Написано И вложу В вас Дух Мой И Оживете Вложу В человека Дух Мой Говорит Бог И Благодаря Этому Процессу Вы Оживете Вопрос Так вы же Не мертвые Именно Здесь И имеется Ввиду Оживете Духовно Потому что Духовно Мы Мертвые Без Бога А физически Мы остаемся Живыми И вот Здесь Мы с вами Делаем Вывод Что Бог Имел План План Для человека Который Для того Чтобы он Родился Свыше И об этом Описывается Начиная С Старого Завета И до Нового Завета И мы с вами Подходим К этой же Мысли Важность Важность Рождения Свыше Один из вопросов Который сейчас Хотел бы задать Почему Рождение Свыше Нам Необходимо Рождение Можно Сразу Сказать Ну Потому Что Ты же Сам Сказал А во-вторых Потому Что в Библии Написано Да Правда Но Давайте Посмотрим И отмотаем Пленку Назад И начнем С самого С самого Бог Бог Он Он Умер Духовно И Время И вентилятор Медленно Останавливается И перестает Крутиться Вот Точно Так же Происходит И с Человеком Когда Человек Согрешил Когда Было Грехопадение В Едеме То Произошло Что У Адама Было Отключено Вот Это Электричество Вот Этот Источник Жизни Источник Который Бог Дает Бог Дает Человеку Жизнь И С того Момента Когда Человек Согрешил Умер Духовно Вот Это Было Отключено И Вот Почему Последствии Последовала Физическая Смерть Потому Что Уже Нет Подпитки Человек Без Бога Не Может Жить Вот Почему Для Того Чтобы Человек Продолжал Жить И Продолжал Жить Вечно Единственное Условие Рождение Свыше Потому Что Когда Происходит Рождение Свыше То Вот Это И Дает Человеку Надежду На Вечную Жизнь Со Христом Иисусом После Физической Смерти Потому Что Дух Наш Он Не Умирает Вот Почему Нам Сегодня Вот Эту Деталь Важно Понимать Что Такое Духовная Смерть Духовная Смерть Это По Другому По Простому Это Отделение От Бога Просто Отделение Когда Человек Отрезан Нет Общения Нет Связи Отделен От Бога И не Имеет Никаких Отношений С Богом Вот В этот Момент Называется Это Человек Умирает Духовно Вы Наверное Встречали Такие Фразы Возможно Когда Вы Слышали Я Для Тебя Умер Забудь Меня Это Чаще Всего Случается После Какого То Конфликта Или Поступка Сына По Отношению К Родителям И Кто-то Говорит Я Умер Для Тебя Все Не Звони Не Пиши Я Я Для Тебя Мертвый Что Здесь Имеется Ввиду Они Оба Остаются Живые Но Они Имеются Ввиду Что У нас С тобой Никаких Отношений Не Может Быть И Я Не Хочу Чтобы Они Были Вот Это То же Самое Имеется Ввиду Смерть Духовная Когда Человек Не Имеет Никаких Отношений Живых Отношений С Богом Вот Почему Снова Возвращаемся Для того Чтобы Источник Жизни Нам Вернуть Чтобы Наш Вентилятор Крутился Нам Необходимо Рождение Свыше Итак Первая Причина Почему Нам Необходимо Рождение Свыше Это Потому Что В Едеме С самого Начала Сотворения Начиная С Адама Произошла Духовная Смерть И Только Один Бог Господь Может Нам Вернуть Эту Жизнь Возрождая Наш Дух Снова К Новой Жизни Итак Говоря На тему Духовной Смерти Давайте Прочитаем С вами Новый Завет Который Объясняет Это Ефесянам Вторая Глава С первого По пятый Стих Там Написано Так И вас Мертвых По Преступлением И Грехам Ваших Видите Идет Речь О смерти Идет Речь О нас До Принятия Христа Мы Были Мертвы По Нашим Грех Из-за Наших Грехов В В Которых Вы Некогда Жили Жили По Обычаю Мира Сего По Воле Князя Это По Воле Дьявольской В английском Переводе Написано Видите Здесь Есть Момент Можно Жить По Воле Божьей Можно Жить По Воле Князя Или Сатаны Господствующего В воздухе Духа Действующего Ныне В сынах Противления Которые Противятся Богу Между Которыми И мы Все Жили Некогда По Нашим Плотским Похотям Видите Здесь Говорится Снова О Плоти О Похоти Это Полностью Противоречия Или Противоположные Нашему Духу Плотские Желания Или Похоти И Дальше Написано Мы Исполняли Желания Плоти И Помыслов И Были По Природе Снова Видите Речь Идет Природа При рождении Свыше Меняется Природа Мы Жили По Природе Были Чадами Гнева Как И Прочие Но Бог Богатый Милостью По Своей Великой Любви Который Возлюбил Нас То есть Здесь Еще Одна Важная Деталь Что Рождение Свыше Это Милость Божья Это Милость Божья Для Нас Это Выход Который Бог Дает Нам Это Выход Спасение По Милости Божьей Бог Нас Мертвых По Преступлениям Из-за Грехов Наших Которых Мы Сами Не Можем Решить Сами От Грехов Не Можем Избавиться Сами Себя Лучше Сделать Не Можем Вот Это Тоже Важная Деталь По Преступлениям Мертвых Оживил Или Животворил Нас Со Христом И Дальше Благодатью Вы Спасены То есть Незаслужены Ни Ваши Дела Благодатью Вы Спасены Вот Это Здесь Описывается Мне кажется Очень так Детально Вот Этот Процесс Жизни Человека На земле До Бога Он Мертвый Духовно Но не Физически Духовно Мертвый И Главная Причина Это Его Грехи И Сам Он Эту Болезнь Или Этот Порок Исправить Не Способен Вот Почему Нам Нужен Спаситель Каждый Человек Рожда Рождаются Который На Эту Землю Он Рождается С Греховной Природой Он Под Проклятием Этого Именно Греха Который Сам Не Может Разрушить И Для Каждого Человека Мы Должны Понимать Что Мы Живем По Желаниям Нашей Плоти По Желаниям Князя Мира Мы Являемся Рабами Плоти Или Рабами Греха И Мы Не Можем Жить Иначе И Подтверждение этой мысли Титу Третья Глава Третий Стих И Мы Были Некогда Несмысленны Непокорны Заблудшие Были Рабы Похотей Различных Удовольствий Жили В злобе Видите Жили Не живем А жили Были Завистливы Гнусны Ненавидели Друг Друга И Здесь Вовремя Задать вопрос Рожден Ли Ты Свыше Потому Что Человек Который Рожден Свыше Для Него Это Все Что Вот Этот Список Все Это Прошлое Если Не Рожден Это Возможно Может Быть Стилем Образом Жизни Умышленным Постоянным Ежедневным Образом Жизни И Вот Это Последнее Местописание Это Еще Раз Подтверждает Какую Личностью Мы Являемся Без Бога Кто Мы Люди Без Бога И Здесь Не Поможет Ни Образование Ни Наставление Здесь Только Новый Дух И Новое Сердце То Что Меняет Человека И Освобождает От Рабства Рабы Им Нужна Свобода И Вот Этого Рабства Греха Освобождает Только Христос Итак Почему нам нужно рождение свыше Потому что в Едеме произошла духовная смерть Мы Рабы Вторая причина Почему нам нужно рождение свыше Это нам нужно иногда Подумать И признать Возможно Для некоторых Что Даже христиане Которые давно посещают церковь Они Бывают Невозрожденные Или Нерожденные Свыше Христиане Вы знаете Что В наше поколение Сегодня В наши дни Очень легко Можно сказать Или услышать Я христианин Я верю в Бога Правда И это относится К людям Которые посещают церковь И к не церковным людям Которые Не посещают церковь Но Если так Вот Задуматься Немножко Сделать Анализ Истории То вот скажем Родители Наши Большинство Которые Находятся здесь Средний возраст Возьмем Или прародители У них Чаще всего Была Реальная Встреча С Богом И это было Индивидуальное Это был Вот если возьмем Эмигранцию С Советского Союза Это люди Которые Рисковали Помолиться Богу Публично Собраться Помолиться Прятались В лесах Было время Гонений Во время Коммунизма Людей Сажали В тюрьмы То есть Люди Которые Верили В Бога Для них Это было Не просто Так За компанию За компанию В тюрьме Посижу Это были Реальные Решения Очень Сложные Решения Люди Шли Некоторые На смерть Ради этого Поэтому Чаще всего Это была Личная Встреча С Богом Покаяние Вера Рождение Свыше А теперь Возьмем Наше поколение Сегодня Ваших Детей Часто Вы знаете Что это Уже Вера Мамы Моей Вера Моих Родителей Привычка Моих Родителей Ходить В церковь Это Может быть Знание Воскресной Школы Пока Был Маленьким Заставляли Водили Но Это Не значит Что это Рождение Свыше И здесь Нам важно Понять Что сегодня Мне кажется Еще более Актуально Понимание Этого Процесса Рождение Свыше Потому что Нам нужно Чтобы это Было Личное Именно В этом Важно Личная Встреча Переживания С Богом А сегодня Мы Окружены Часто Ну кто Посещает Церковь Верующими Людьми Или же Выросли В христианской Верующей Семье И были В этой Атмосфере Но Здесь Важно Знать Что Твои Родители Они Могут Быть Самые Лучшие Родители На земле Но Это Тебе Не дает Автоматический Трансфер Или Веру И спасение От Бога Родители Могут Быть Самые Лучшие Как я Сказал Повторюсь Но Это Тебе Не гарантирует Что Ты Спасен Что Ты Принял Иисуса Христа Как личного Спасителя Что Ты В Него Сам Лично Поверил В этом Большая Разница Почему Это Важно Понимать Потому что Написано В Библии Что Рождение Свыше Оно Не связано С кровью Рождение Свыше Не связано С генами Твоих Родителей Потому что В Библии Ясно Сказано Рождение Свыше Это не Рождение От Плоти Рождение От Плоти Остается Плоть Но Только Рождение От Духа Есть Дух Вот Почему Не Родители Тебе Дают Спасение Не Родители Возрождают Тебя Снова Свыше Здесь Важно Услышать Чтобы Это Услышали Молодые И Средние И Дети Что You cannot Be born Again Because Of Your Parents You Are Not Getting Saved Because Of Your Parents Not Because Of Sunday School It Has To Be Your Personal Decision Intentional И Это Тоже Важная Деталь Рождения Свыше Дерек Принц Делится Своим Свидетельством И он Говорит Что Меня Водили В частную Христианскую Школу Меня Водили В церковь В детстве У него Еще Там Были Какие-то Воспитания Христианские Но он Говорит Что Я не Мог Противостоять Греху Я не Мог Победить Как я Не Старался Я Не Мог Пока Не Произошел Именно Вот этот Процесс Рождения Свыше Когда он Лично Принял Иисуса Христа Своим Господом Он На уровне Разума Интеллектуально Знал О Иисусе Рос В атмосфере Церковной Но Рождение Свыше Это что-то Глубже Это Принятие Христа Как я Сказал Лично Как Своего Спасителя И Господа Помните Мы с вами Говорили Что такое Евангелие Часто Нам Тоже Иногда Мы иногда Упускаем Эту деталь В прошлый раз Мы с вами Говорили Евангелие Заключается В трех Пунктах Кто Помнит Что такое Евангелие What is The gospel Евангелие Это то Что Христос Умер За грехи Наши Твои Вот важно Это верить Христос Умер За грехи Мои И твои Второе Что он был Погребен То есть он Точно Умер И третье Что он Воскрес Это важная Часть Без этих Одна глубокая Новая тема Жить по духу А не по плоти И это могут Только люди Возрожденные Которые имеют Новый дух Вот что Включает В себя Евангелие И дальше Мы С вами Еще Подходим К одному Важному Моменту Который Говорит Объясняет Почему Некоторые Христиане Могут быть Невозрожденные Или Нерожденные Свыше Возможно Вы были Свидетелями Таких Разговоров Вот этот Человек Он Невозрожденный Или Вы думаете Вау Он ходит В церковь Он Вообще Нерожденный Свыше Человек Может быть Вы Всталкивались С таким И вот Здесь Вот именно И возникает Вопрос Почему Как же Я же Десять лет Хожу В церковь И здесь Важно Заметить Вот эту Деталь Что Чаще Всего Наше Понимание Рождения Свыше Оно Его можно Спутать Или перепутать С хорошим Воспитанием Важная Деталь С хорошим Воспитанием Это то есть Человек Воспитан Не орать Не пить Не курить Не кричать Он Воспитан В христианской Церковной Атмосфере Или культуре Здесь Нужно Сидеть Ровненько Здесь Нельзя Он Он Знает Все Церковные Правила Человек Знает Церковные Уставы И порядки И он Их Соблюдает Одевается Как надо В церкви Ведет Себя Правильно В церкви Как я Сказал Имеет Воспитание Хорошее Но Это Не значит Что он Рожден Свыше Есть Много Хороших Воспитанных Образованных Людей Которые Не рожденные Свыше Это Разные Вещи Рождение Свыше Его нельзя Вот как я Сказал Воспитать Его как-то Можно Сказать О нем Наставить Но именно Сам человек Лично Должен Это Пережить И когда Вот люди Вот это Путают Особенно Те Которые Выросли Или Родились В христианской Семье И ходят С детства В церковь Они Как бы Думают Ну я Верующий Ну я же Все правильно Делаю Я же Сижу Рядом Я же Все делаю Я в церковь Переодеваюсь Даже Видите Это Разные Вещи Рождение Свыше Это Дух Другой Это Природа Другая Это Не Просто Воспитание И Здесь Библия Дает нам Еще одну Такую Интересную Мысль Матфея 7 глава 13 стиха Написано Широкие Широкие Врата И Просторен Путь Ведущий В погибель И Многие Идут Ими Потому что Тесны Врата И узок Путь Ведущие В жизнь И Немногие Находят Их Смотрите Здесь идет Речь О Жизни Путь Ведущий В жизнь Мы с вами Уже Помните Говорили О жизни Без Источника Жизни Который Есть Бог Невозможен И чтобы Дойти К этому К этой Жизни Два Варианта Узкий Путь Широкий Путь И здесь Смотрите Здесь Можно Дискутировать Это написано К верующим Или к неверующим Знающим Бога Или не знающим Бога Посещающим Церковь Или нет Правда Интересный Вопрос Кому Это Относится И Здесь Написано Что Многие Идут Этим Путем Кто Многие Какие Многие Большинство По-другому Именно Широким Путем Который Не ведет К жизни А жизнь Невозможна Без рождения Свыше И дальше Написано Немногие То есть Маленькое Количество То есть Майнорити Меньшинство Людей Которые Поняли Вот эту Глубину Вот этого Важного Процесса Меньшинство Идет Вот этим Узким Путем Который Ведет К жизни И здесь Мы явно Видим Что Многие Это Больше Чем Немногие И только Те Которые Выбирают И знают Этот Правильный Путь Они Идут К жизни И последнее Почему Рождение Свыше Необходимо Потому что Написано В Библии Ты должен Это вот Три пункта Почему нам Необходимо Рождение Свыше Потому что Произошла Духовная Смерть В Едеме Раз Потому что Некоторые Христиане Неосознанно Путают Что такое Рождение Свыше И как я Объяснял Воспитание Или наши Усилия И третье Написано В Библии Что ты должен И Напомню Иоанна Третья глава Снова Написано С пятого Стиха Кто не родится От воды И духа Не может Войти В Царствие Божие Видите Очень радикально Нету Других Вариантов Не может Не может Войти В Царствие Божие Не может Быть Вечно С Богом В раю Не может Если он Не родится Свыше Не может Невозможно Вот почему Вот эта теология Которая кажется Нам немножко Сложной Непонятной Иногда хочется Сказать Богдан Что ты нас Путаешь Лучше скажи Что нас Бог Любит И мы пойдем Домой А тут А тут Надо Вот эту Теологию Разбирать И я говорил В прошлый раз Что Вот этот Маленький Кусочек Теологии Его нужно Понимать Потому что Без этого Мы не спасемся А мы же Все туда Стремимся Не может Войти В Царствие Божие Нерожденный Свыше И дальше Написано По-русски Должно Вам Рождиться Свыше Должно А по-английски Еще конкретнее Написано You must 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 Должен Должен Ты должен Как христианин Быть рожденным Свыше Здесь не идет Речь о Ну если вы желаете Вам было бы Хорошо родиться Свыше Если вы желаете Новый уровень Духовный Вам было бы Не помешало Родиться Свыше Здесь не рекомендация Здесь идет речь Что это Обязанность Минимальная Должен Родиться Свыше И вы знаете Когда Никодим Он разговаривал С Иисусом Христом То Вот Сегодня Вот такое Возникает Может быть Конфьюз Так я Верю в Бога Не верю Я принял Не принял Рожден я Не рожден Свыше Вот вопрос Вот веры Никодим Вроде Верил В Иисуса Но Важная Деталь Уточнение Он Он верил В то Что Иисус От Бога И дальше Важно понимать Что Никодим Не верил В то Что Иисус Является Его личным Спасителем И его Личным Господом Он не верил В него Как в Мессию Который Пришел Для искупления Вот этот момент Элемент Веры Нам важно Понимать Верил Что Он От Бога Иисус Как бы Признавал Что это Что-то Божественное Его чудеса И сила И сегодня Многие Тоже Верят В то Что Иисус От Бога Сегодня Тоже Многие Верят Что это Что-то Бог Есть Но Почему Его Веры Было Недостаточно Почему Несмотря На то Что Он Верил Что Он От Бога Христос Ему Говорит Что-то Очень Радикальное Обличая Очень Прямо Этого Учителя Уважаемого Без Всяких Таких Вступлений Никодим Ваше Величество Вы Хорошо Знаете Писание Простите Что я Вам Отскажу Вдруг Вам Ты не родишься Свыше Не Войдешь Царствие Божие Вот Настолько Это Было Важно Важная Истина И Возможно Что Никодим Искал Узнать Он Мессия Или Нет Возможно Он Искал Узнать Как Будет Этот Процесс Искупления Именно Это Ему И Объясняет Иисус Христос Через Рождение Свыше Будет Ваше Искупление От Грехов Интересно Еще Понаблюдать За Верой Никодима Что Возможно Она Росла Потому что Когда Никодим Пришел К Иисусу Христу Первый Раз То Он Это Когда Сделал Ночью Он Стеснялся Он Боялся Он Это Сделал Ночью Чтобы Никто Не Видел А Потом Мы Дальше Читаем С вами В Библии Что Был Момент Когда Была Там Дискуссия Между Фарисеями И Никодим Сказал Можно ли Судить Человека Не Выслушав Его Имеется Ввиду Иисуса Христа Это Никодим Сказал Кому Ночью Или Днем Это Уже Было Днем Это Уже Было В окружении Этих Фарисеев Видите Это Уже Было Публичное Заявление Видите Разницу Ночью Так Сам Стесняясь И Потом Днем Он Уже Вступился И Потом Еще Воспоминания О Никодиме Когда Он Иисуса Христа Хоронил И Участвовал Это Уже Тоже Было Днем Не Ночью Это Уже Было Публичное Веры Никодима Не Сказано Точно В Писании Настолько Он Принял Полностью Или Нет Был Возрожден Или Нет Но Мы Видим Вот Этот Процесс Отличия В начале Его Веры И Потом Попозже И Почему Иисус Ему Сказал Что Твоей Веры Возможно Недостаточно Здесь Есть Еще Одна Интересная Мысль Которая Записана Иаковом Вторая Глава С девятнадцатого Стиха Написано Есть Так Ты Веруешь Что Бог Един Хорошо Делаешь Но И бесы Веруют И Трепещут Но Хочешь Ли Знать Неосновательный Человек Что Вера Без Дел Мертва Здесь Мы Снова Приходим Вопрос Веры Без Которая Рождение Свыше Невозможно Веруешь Ли Ты Демоны Тоже Веруют Об этом Даже В Библии Написано Представьте Себе Как Обиделся Бы Человек Который Живет Греховной Жизнью И Говорит Я Верю В Бога А вы Ему Скажете Поздравляю Бесы Тоже Веруют Правда Так Обиделся Б Человек Но Здесь Важно Заметить Разницу Веры И Вот Почему Вера Есть Вера Которая Не Спасает Или Есть Вера Которая Мало Пользы Приносит Вот Почему Опасно Или Важно Понимать Что Недостаточно Просто Себя Утешить Или Внушить Я Верю В Бога И Все Нужно Чтобы Эта Вера Она Производила Какие-то Определенные Процессы Нужно Чтобы Она Производила Дела Веры Потому Что Написано Без Дел Вер Мертва Вера Мертва И Здесь Важно Еще Понять Что Демоны Они Верят В чем Отличается Их Вера Они Верят В Бога В существование Бога Раз Второе Они Верят В суд Божий Который Грядет Два Вот Почему Они Трепещут Задумывались Почему Им Страшно Потому Что Верят В то Что Бог Точно Есть Что Грядет Суд Божий Еще Написано Что Они Верят В Единого Бога Не В Много Богов Как В Индии Миллион А В Одного Истинного Бога Они В Него Они Знают Они Верят В Него В Единого Бога Но Почему Этой Веры Недостаточно Для Их Спасения Или Для Потому Что Они Не Верят Иисуса Как В Личного Спасителя Первое Важно Сказать Что Христос За Них Не Умирал Это Тоже Важно Христос За Них Не Умирал Дальше Они Не Верят В Него Как В Личного Спасителя За Их Грехи Они Не Верят В Евангелие Не Верят В То Что Христос Умер За Грехи Наши Был Погребен И Воскрес А Без Этого Спасение Невозможно Вот Почему Сегодня Важно Пересмотреть Когда Люди Говорят Я Верю В Бога Достаточно Ли Этого Я Верю Что Иисус От Бога Что Вы От Бога И Мои Родители Тоже У них Что-то Есть Такое От Бога Но Это Не Спасает Тебе Нужно Признать Нужно Тебе Признать Что Ты Грешник А Это Трудно Признать Тебе Нужно Признать Что Ты Нуждаешься В Спасителе Сам Себе Помочь Не Можешь И Сам Себя Спасти Не Можешь По-другому Жить Не Можешь Хочется Понимаешь Что Неправильно Но Не Можешь Тебе Нужно Рождение Свыше И Тебе Нужно Принять Христа Как Личного Спасителя И Господа То Есть Господина Начальника Своей Жизни И Твоя Вера Если Она Не Имеет Дел Подтверждающих Веру То Написано В Библии Она Мертва Это Не Спасительная Вера Она Мертва Вот Почему Сегодня Нам Необходимо Дела Веры И В конце Хочется Напомнить Еще Одно Местописание Римлянам Восьмая Глава С девятого Стиха Написано Если Но Вы Не По Плоти Живете А По Духу И Дальше Внимание Если Если Условие Если Только Дух Божий Живет Вас Если же Кто Духа Христова Не Имеет Тот И Не Его По Английски Написано Не Принадлежит Ему Римлянам Восьмая Глава С девятого По Десятый Стих И Здесь Говорится Очень Серьезное Предупреждение Или Заявление Что Если Мы Не Рождены Свыше То Мы Не Имеем Части Мы Не Принадлежим Богу Как Мы Возможно Долгое Время Думали И Сегодня Наверное Заканчивая Проповедь Хочется Спросить У Каждого Кто Смотрит Онлайн Кто Находится Здесь Рожден Рожден Ли Ты Свыше Уверен Ли Ты В Том Что Ты Рожден Свыше Что Ты Рожден От Воды И От Духа Если Не Уверен То Во Время Молитвы Ты Можешь Выйти Вперед И Сказать Господь Я признаю Я Долго Ходил В церковь Или Не Ходил Я Признаю Что Ты Умер За Грехи Мои Я Признаю Я Верю Принимаю Верою Верою Принимаю Что Мне Нужен Спаситель Спаситель Иисус Христос Который Умер И Демонстрируя Через Воскресение Христа Демонстрируя Что Только Бог Может Давать Обратно Жизнь Только Бог Может Давать Жизнь Даже В мертвое Через Воскресение Мы С Ним С Воскресли Со Христом Чтобы Иметь В будущем Жизнь Вечную Продолжение следует...